Здравствуйте! Это актуальное интервью в студии Евгения Баженко. В республике завершились традиционные отчеты правительства перед населением. И сегодня об итогах социально-экономического развития Якутии в прошедшем году и о планах на год начавшийся мы поговорим с Михаилом Осиповым, первым заместителем председателя правительства, министром экономического развития республики. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос. Обозначи основные итоги прошедшего года. 2017 год для экономики республики, он, конечно, в целом удачный. Сохранились все макроэкономические показатели развития республики. Но при этом надо сказать, что промышленное производство у нас выросло. У нас растет добыча нефти, добыча угля на уровне добыча алмазов, растет добыча золота. Но я, наверное, хочу назвать только один показатель, что в ближайшие годы баловый региональный продукт республики, он превысит 1 триллион рублей. Это хорошо? Плохо. Я думаю, что это, конечно, хорошо. По сравнению с другими годами можно цифры назвать? Ну, вы знаете, в последние годы какая динамика, да? Если мы 5 лет назад начинали где-то 650-700 миллиардов рублей, сегодня мы уже перешли отметку 800, и я назвал ближайшую задачу, наверное, 2 лет. То есть триллион рублей – это такая, скажем так, величина, мы ее должны перешагнуть. Соответственно, это рабочие места, это стабильная заработная плата, стабильное развитие промышленности и, соответственно, стабильное поступление налогов, которые обеспечат стабильный бюджет и, соответственно, реализацию всех наших намеченных планов. Скажите, какие инвестиционные проекты, реализованные в 2017 году, стали драйвером развития экономики? Достаточно неплохо развивался ТОР Южной Якутии. То есть сегодня построен горно-богатительный комбинат, второй строится. Очень хорошо развивалась золотодобывающая промышленность, особенно в Алданском районе. Построен такой очень важный объект для развития промышленности, в том числе для стабильного обеспечения электроэнергетикой – это Якутская ГРЭС-2. И, конечно, развивался малый бизнес. Мы все видим, что особенно в области сельского хозяйства очень много стало переработчиков. И, соответственно, расширяется ассортимент товарной продукции, которая идет под брендом «Сделано в Якутии». Несколько производителей с конкретными видами продукции у нас вошли победителями стали Всероссийского конкурса «100 лучших товаров». Я считаю, что это очень важные сигналы развития и крупной промышленности, так и малого и среднего бизнеса. По ГРЭС-2. В принципе, она только недавно начала работать сравнительно, недавно первая очередь. Но уже предупреждают о том, что в ближайшие 3-4-5 лет этих мощностей будет уже не хватать. Егор Афанасьевич говорил о том, что ведутся переговоры о начале строительства второй очереди. Какие-то можно обозначить сроки здесь? Я бы хотел называть только один факт. Это то, что действительно глава нашей республики Егор Афанасьевич Борисов в течение 2017 года провел несколько очень важных встреч с первыми руководителями нашего государства. И действительно, сегодня на повестке дня стоит вопрос решения строительства второго очереди ГРЭС-2. Это одно из необходимых условий для стабильного развития экономики нашей республики. Есть положительное решение председателя правительства нашей страны Дмитрия Анатольевича Медведева. Даны конкретные поручения изыскать источники финансирования данного объекта. И, соответственно, я думаю, что в течение нескольких лет, так как с учетом того, что объект сложный, в первую очередь ГРЭС-2 строилось почти 5 лет, хотя сроки заявлялись меньше. Но я думаю, что все равно опыт уже наработан, подрядчики есть. И, соответственно, условия строительства известны. Я думаю, что мы будем свидетелями того, что в ближайшие несколько лет Якутская ГРЭС-2 будет построена вторая очередь и будет стабильно обеспечивать потребности экономики нашей республики. То есть можно ожидать, что вторая очередь будет построена быстрее, чем первая? Я думаю, да. Программа переселения из аварийного жилья в этом году заканчивает свою работу и начинается новая программа. Как заявлялось, она будет немножко отличаться от предыдущей. В чем различие? Все-таки давайте вспомним, что значит первый этап, насколько он масштабный. То аварийное жилье, которое имело документы и было признано таковым по состоянию на 1 января 2012 года, это вот как раз был первый этап. Соответственно, туда попало практически 12 тысяч объектов аварийного жилищного фонда, в котором проживало порядка 30 тысяч человек. И за последние 5 лет в 43 муниципальных образованиях действительно проделана колоссальная работа, освоена примерно 30 миллиардов рублей, чуть меньше 30 миллиардов рублей из всех источников финансирования. Они действительно, вот почти 30 человек переехали в новое жилье. 30 тысяч. Да, 30 тысяч. Было построено 490 тысяч квадратных метров и люди получили новое бесплатное жилье. Ну, конечно, были моменты, когда параметры жилья, значит, переселяемые, вновь вводимые, там, отличались на несколько квадратных метров. Где-то приходилось, может быть, чуть-чуть доплачивать, но в целом это жилье предоставлено на бесплатной основе. Что касается второго этапа. Сегодня уже с учетом результатов от реализации первого этапа проводится активная работа. И мы и на отчетах правительства, и на встречах с населением активно призываем все аварийное жилье оформить. Глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил как приоритет то, что с 1 января 2019 года программа будет продолжена. Она будет продолжена на постоянной основе. И я бы хотел сказать, что в течение 2018 года, получается, вот небольшой разрыв, да, глава нашей республики Егоров Анатольевич Борисов принял решение продолжить реализацию программы за счет собственных республиканских источников. На эти цели будет направлено 500 миллионов рублей. И сегодня мы должны определить 5 районов, улусов, которые будут пилотными для апробации, реализации новой программы. Теперь, что касается масштабов. Вот я сказал, что снесли почти 12 тысяч строений. Это было почти 40% от аварийного жилья. И следующий этап, который сегодня продолжается и начнется с 1 января 2019 года, он охватывает гораздо большие объемы. То есть большую половину. Сегодня на оформлено 1 миллион 345 тысяч квадратных метров аварийного жилья уже имеют документы. Там проживает порядка 65 тысяч человек. И задачи, конечно, правительства республики, правительства страны амбициозные в течение нескольких лет это аварийное жилье ликвидировать, построить новое и обеспечить всех граждан, которые проживают в аварийном жилье, новым качественным жильем. В числе пилотных регионов назывался Алданский район. Это имеется в виду федеральную программу 2019 года? Пилотные районы будут определяться Министерством строительства. Это вот как раз идет речь о продолжении программы в 2018 году. И мы будем реализовывать, разрабатывать новые механизмы, которые, наверное, предложим использовать в 2019 году. Потому что механизм 2019 года, начало новой программы, он как раз сейчас разрабатывается Министерством строительства Российской Федерации. И я думаю, что наше предложение Минстроя России, он примет в полном объеме. С учетом опыта реализации этой программы, ведь была реализована самая масштабная программа сноса аварийного жилья среди всех субъектов Российской Федерации на первом этапе. То есть у нас в республике была самая масштабная? Самое масштабное в рамках Российской Федерации, среди субъектов Российской Федерации. То есть мы выполнили вот эту очень большую задачу. Ну и раз уж мы перешли к планам, то тогда планы на 2018 год. Может быть какие-то инвестиционные проекты нас ждут реализации? Я надеюсь, что 2018 год он станет успешным для экономики республики. Конечно, мы понимаем, что наша экономика в основном зависит от недропользователей, от природного освоения нашего богатства. Я думаю, что все планы будут реализованы, они ничуть не меньше 2017 года. В части строительства социальных объектов, если мы ввели 54 объекта, то в 2018 году мы планируем ввести больше 60 объектов. То есть темпы, они будут примерно такие же и дальше больше. При этом будет продолжена и реализация тех программ, которые сегодня приняты. Планируется дальнейшее повышение оплаты труда, дальнейшая распроизводительность труда. Все мы знаем, что 2018 год объявлен годом занятости. И правительство намерено реализовать очень серьезную программу трудоустройства. Потому что есть проблемы. Будем заниматься переобучением, повышением квалификации. И практически работая с недропользователями, промышленными предприятиями. Что, конечно, обеспечит дальнейшее снижение напряженности на рынке труда. Ну и последний вопрос. Мы не можем обойти стороной тему выборов предстоящего президента. На ваш взгляд, почему необходимо идти голосовать? Я думаю, что каждый гражданин, которому небезразлична судьба республики, города, страны, должен сделать свое волеизъявление. Тем более, мы выбираем главу государства нашей страны. И, конечно, очень важно сделать правильный выбор в этом вопросе. Выбор должен быть серьезным. От него многое зависит. В том числе и в экономических вопросах. Понимаете, все-таки у нас высшее должностное лицо государства президента Российской Федерации. Он определяет общую политику развития государства, внешнеэкономическую политику. И поэтому очень важно сделать правильный выбор. Спасибо. Спасибо. Это было актуальное интервью. Я напомню, что у нас в гостях был Михаил Осипов. Первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития республики. Удачи. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.